Как ты видишь своего будущего парня или мужа? Ну блин. Вообще, у меня не... Привет, Иссыкуль. Привет, Иссыкуль. Вау, привет. Я очень хочу на Иссыкуль обратно. Я там была вместе с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Мы вместе были в доме отдыха, в санатории. Вот было очень круто. На самом деле, до сих пор запомнила все эти яркие воспоминания. Очень хорошо отдохнула, но очень сильно загорела. Спасибо за донаты. Блин, какой-то вопрос был до этого, и я что-то забыла на него ответить. Я вообще забыла, в принципе, какой вопрос был. Ты казах, нет, а корианка. Вы знаете кыргызский? Я не знаю кыргызский, но я знаю, что кыргызский с казахским очень похожи друг на друга. Сколько у вас сейчас часов? Она сейчас час... Ну, час с чем-то, если я не ошибаюсь. Если у меня телефон второй правильно показывает. Are you Korean? Yes, I'm a Korean. Сколько вам лет? Мне 19. Казахка, нет, корианка. Я пытался уйти от любви. Кто-то выклаживает, со мной живут все участники ее оба хаоса. Я пытался уйти от любви. Я брал острую бритву и правил себя. Вот сегодня, кстати говоря, у меня произошло ЧП. Ну, как мини-ЧП. Я когда сегодня утром вставала, я должна была бы ехать на коммерческие съемки. Вот, конечно же, я поехала, все нормально в итоге было. Но перед этим я, в общем, надела линзы и пошла умываться. И когда я умывалась и умывала свое лицо, я случайно мылом задела глаз. То есть у меня мыло чуть-чуть вот в глаз попало. И у меня глаз настолько сильно защипел. Вы не представляете, как это было больно. Я его начала промывать. Я еще и капли покапала. Он мне все равно был вот такой вот просто краснючий. Я про себя думаю, господи, как я сейчас поеду на съемки. Если у меня такой красный глаз. Я вообще не понимала, что мне делать в этой ситуации. Я уже и прокапываю глаза, и промыла. И уже там мне не знаю все, что можно и нельзя сделала. Вот, а в итоге, когда я приехала, уже к тому времени, когда я уже приехала на само место съемок, он у меня сам по себе прошел, и слава богу. Не забывай наш первый вечер, не забывай моей любви. Привет, Ватима. Привет, Ватима. Привет, Ватима. Привет, Ватима. Да, конечно, это одна из моих любимых кей-поп феймо-групп. И моя байс, это Дженни Ким. Я думаю, что вы все знаете об этом. Ты самая красивая. Спасибо большое. Do you like horror movies? Хотя родственники в Корее нет. У меня нет родственников в Корее, насколько я знаю и помню. Привет из Бурабая. Привет, Бурабаю. Спасибо большое, что смотрите меня из разных уголков планеты. Это очень приятно. Покажи право в сердце. Кстати, ребята, с наступающимся к Новым Годам. Надеюсь, что для всех этот следующий Новый Год, 2024, будет очень знаменательный. В плане того, что мы много всего сделаем, много всего успеем, много что поборем, много что победим. Надеюсь, что у всех все будет хорошо. И как говорится, как мы этот Новый Год встретим, так его и полностью проведем. Поэтому хорошо встретим Новый Год обязательно в кругу семьи, в кругу своих близких и родных людей. Я, кстати говоря, из новостей улетаю 24-го числа в Казаларду, в свой родной город, к своей семье наконец-таки. Потому что я буду с ними встречать Новый Год наш. Очень жду, когда наконец-таки улечу. Ух, я очень соскучиваюсь на самом деле по семье, по дому, по городу вообще в принципе. И по друзьям, которые там будут. Привет, всем привет. Привет, Мариям, привет, Мариям. Очень красивое имя. Не обращайте внимания, ребята, если я немножко выгляжу сонной, потому что я реально сонная, я хочу спать. Как ты поняла, что коренка под сценаристом? Ну, я родилась кореянкой, мои родители корейцы, вот поэтому. Блин, ну реально иногда такие вопросы задают. Знаете, как ты поняла, что ты человек? Какую еду ты любишь? Скорее всего, корейскую. Я люблю суши, кукси, пи-бим-пап, ким-пап, сангэпсаль. Вот, все это люблю. Ток-поки я тоже люблю, недавно попробовала. Вообще, недавно попробовала в Казахстане ток-поки и сравнила еще с сеульским. Сеульское намного вкуснее, конечно, но ток-поки тоже нравится. Привет, всем привет. Who is your closest friend? My closest friends. This is all people from your house and Biphouse. В your house сколько людей сейчас? У нас сейчас шестеро. Это получается я, Алина Дэвитейл, Адриата, Тома. Ты немного похожа на Юну. Вау, спасибо большое, я очень люблю ее. Так, Райдес. Баттер. Да, нас шестеро. Блин, я кого-то забыла. Нет, я никого вроде не забыла. Или себя забыла. Вроде себя посчитала. Сколько тебе лет? Мне 19. Вы любите смотреть хоррор-фильмы? Меня уже об этом спрашивали недавно. На самом деле, в детстве я его очень любила. У меня еще, знаете, было... У вас айфон, да, у меня айфон. У меня в детстве была привычка. Я, видимо, мазохистка или что-то еще. Но я была очень странным ребенком. Я была очень маленькой, но я вообще ничего не боялась никогда. Я сама дома оставалась одна. И специально дожидалась времени, когда я останусь одна совершенно дома. Чтобы родители все были на работе или где-то еще по делам ходили. Выключала во всем доме свет. Ни в одной комнате не оставляла света. И начинала смотреть хоррор-фильмы разные, которые я нашла. Вот. Я сейчас так не смогла бы сделать. Я очень трусливая. И я бы не смогла... Нет, я бы смогла посмотреть хоррор-фильмы любые хоть сейчас. Даже одна дома. Но чтобы так везде выключать свет, нет. Я бы так не сделала. Что не спишь? Я потому что только недавно освободилась от своих дел. Ну, совсем скоро я уже тоже лягу спать. Решила перестануть с вами поболтать немножко. Вот. Спасибо большое за донат, ребят. Всех вижу. Какой у вас хобби. Скорее всего, танцы и вокалы. Сейчас именно, если. Какой цвет любимый? Розовый, черный, белый, красный. Это топ четыре моих любимых цвета. Смотрите драмы. Я смотрю драмы. Я из Азербайджана. Привет, Азербайджан. You will spend Christmas with your parents or your house? I will spend my Christmas with my parents, with my family. Because I really missed about them. And soon, soon, 24th December, I will go to Козвода. This is my burnt city when I was burned. Live to all life. So, yeah. I spend Christmas with my family. Not with your house or vip house. На каких языках ты говоришь? Я говорю по-английски, по-русски. И немножко по-казацки и корейски. По-корейски больше, но по-казацки тоже могу. В принципе, по-казацки я могу понимать много что. У меня есть разговорная база. Какие профессии тебе нравятся? Ой, на самом деле. Мне нравятся все профессии, профессии по-своему хороши. Но если именно для себя, вы бы знали, как я выбирала себе будущую... Ну, именно не то, что не профессию, а именно на кого я буду поступать. Потому что я сначала хотела на переводчик, потом я хотела на медицинский, потом я хотела на дизайнера одежды, потом я хотела на ресторанческое дело, потом я хотела... Куда я хотела? А, на актрису поступить. Потом я хотела поступить... На что-то еще. Что-то не помню уже. В общем, сто раз я решения свои меняла, и в итоге решил поступить на журналиста, рекламу и пиар, потому что это такая очень обширная тема, которая задирает как раз-таки все тем... А, кстати, вспомнила, я еще хотела поступить на режиссера. Вот. Но потому что это не по мне, потому что я привыкла быть в кадре, а не находиться за кадром, поэтому тоже отбросила эту идею. И как раз-таки об этом мне сказала моя бабушка. Она мне сказала, что я больше люблю быть все-таки в центре внимания еще с детства, поэтому мне такое не подойдет. Мне это будет не по душе, и поэтому я такая. Ладно. Послушала, и я реально не пожалела, что я послушала бабушку, потому что знаю, что сейчас бы мне это не подошло. В принципе, то, чем я сейчас занимаюсь, то есть что я на журналисты учусь, очень много знаний, на самом деле, получаю каждый день, хоть я и часто не могу...